Низовая метель вновь накрыла Ульяновскую область. За сутки выпало 40% месячной нормы осадков. На некоторых участках путей сообщения образовались пятиметровые сугробы. Фуры цепочкой выстроились в ряд. Легковые и грузовые автомобили вовсе развернуло на трассах. Губернатор провел совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где главы ведомства доложили о проделанной работе. Сотрудники МЧС предупреждали всех глав районов. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Затор длиной в 2 километра образовался в Чердоклинском районе, близ поселка Мирный. Люди были вынуждены ждать помощь всю ночь. Кроме пенсионеров и детей, на участке застряла газель-зоотакси, внутри которой находились собаки. К счастью, и водитель, и четвероногие друзья не пострадали. На месте был развернут пункт обогрева. Всем нуждающимся оказывали помощь. Дежурили сотрудники ДПС и спасатели. На данный момент участок открыт, однако у главы региона осталось много вопросов к руководству регионального Минтранца и Чердоклинского района. Службы отработали грамотно, но чиновники не торопились принимать меры. И эту ситуацию мы прогнозировали, но сработали плохо. Не допустили эту ситуацию, что по 13 часов люди простояли. Всего ночи, считайте, до обеда. Всем все понятно. Евгений Александрович, подготовьте перечень поручений, исходя из тех вопросов, которые мы сегодня подняли. И будем их отрабатывать в дальнейшем, чтобы таких ситуаций не происходило. Губернатор остался недоволен работой главы Чердоклинского района Юрия Нестерова. За промедление и неэффективную работу чиновник был раскритикован главой региона. Женщины из города, из поселка Мирный, поили людей горячим чаем, кормили ночью, до кого могли добраться. А администрация только вутом начала действовать. Юрий Сергеевич, вам предупреждение. Если бы вы нормально отреагировали, уже в 22.15 фура бы стояла на обочине и все бы ехало. Министр транспорта Сергей Воронцов рассказал об ограничениях на путях сообщения. С 17 числа эти ограничения действуют на текущий момент. На автомобильных дорогах федерального значения М5 и Р-228. Также было ограничено движение для автомобильного транспорта, автобусов. По информации Федерального казенного учреждения Волговятск-Управтодор, ограничение было введено 16 числа. Также на перевозке автобусов и грузовых транспортных средств. По данным гидрометцентра, в ближайшие сутки метель утихнет. В крещении морозов не будет. Минус 11 градусов и небольшой снег. А вот на следующей неделе ожидается понижение температуры. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.